доброго времени друзья у микрофона одинокий копырь определенная часть всех найденных кладов это клады раскулаченных думается что значительная часть аналогичных кладов еще не найдено раскулачивание в ссср проводилась с 29 по 32 годы и было прекращено решением сталина в тридцать третьем году сколько всего семей было раскулачено эти данные до сих пор засекречены реабилитации жертв политических репрессий российской федерации проводилась в середине 90-х годов прошлого века а где номинации рубля 97 года почти себя исчерпала а после дефолта августа 98 практически прекратилась реабилитация проводилась местными администрациями по заявлению близких родственников раскулаченных детьми и внуками за раскулачивание семьи их наследникам выплачивалось 8 миллионов рублей после девяносто седьмого года 8 тысяч рублей до динаминации курс доллара равнялся 6 тысяч рублей сам же факт применения политических репрессий устанавливался судами только по заявлению прямых наследников при наличии не менее двух свидетелей которые в момент раскулачивания были не младше десяти лет на практике в судах не могло быть свидетелей моложе 75 лет никаких архивных данных суды не использовали в силу выше указанных причин дела рассматривались судами исключительно по месту раскулачивания сколько всего обратилась за реабилитацией за всю страну не знаю но лишь могу сказать по одному району по воложье один из 20 жителей у кого-то не оказалось наследников кто-то не нашел свидетелей кто-то просто не не стал с этим связываться кто-то просто мог и не знать раскулачивание проходило по решению местного комдеба вечером они собирались и решали а утром в сопровождении участкового нквд толпы детишек и зевак шли к дому очередного раскулаченного там зачитывалось решение комдеба о раскулачивании и давалось 20 минут на сборы затем плачущую семью со стариками и детишками под улюлюку не толпы участковый на телеге или санях вез на ближайшую станцию откуда их этапировали в сибирь и казахстан имущество конфисковывалось в пользу советов колхозов или коммун но и комдебов самосца оставалось выпить и закусить раскулачивание шло не круглогодично по паре семей в день поскольку раскулачивание растянулось по времени на четыре года оно в принципе не являлось неожиданным из показаний детей раскулаченных в суде усматривается что семья ожидала этого действия и готовилась к нему даже те семьи у которых просто была одна корова бывало что детей отдавали дальним родственникам чтобы их спасти в решении суда со слов истцов и свидетелей указывалось конфискованное имущество так вот что интересно и более чем в тысячи судебных актов не встречал ни одного где были бы указаны ценности и деньги сейчас очень сложно восстановить картину но можно предположить что ценности и деньги были спрятаны конечно какую-то часть потом достали дети какую-то уже нашли а какая-то ждет своего часа в укромных местах где они прятали клады в доме рядом на участке или вдали от жилья да где угодно находки и клада в подвалах и вблизи домов однозначно подтверждают что и там прятали крупный минус таких кладов том что нквд умела хорошо искать а в случае обнаружения виновным грозил расстрел на месте могли найти и камдебовцы и будущие жители этих домов находки кладов вдали от жилья подтверждают что и там прятали но зимой не закопаешь мерзлая земля и следы на снегу в другое время уйти из дома со свертком тоже было опасно можно было засветиться а все соседи тогда были на чеку уйти уехать ночью тоже было проблематично но как-то ведь решали эти вопросы хотя сейчас нам трудно понять хоть не ход их мыслей трудно представить себе как все это происходило среди раскулаченных тех у кого были лошадь или корова очень много такие дела встречаются часто навряд ли они что-нибудь прятали но были и мельники и пасечники да много кто был ведь после раскулачивания в стране сразу начался голод и карточная система а насчет разнарядок про которые все знают это тайна за семью печатями ведь если рассекретить вопрос о по разнарядкам сразу станет понятно сколько миллионов раскулачили пока эти данные тщательно скрывают надеюсь вы не будете спорить что среди раскулаченных было многое тех кому было что прятать об этом однозначно свидетельствует поднятые клады раскулаченных а теперь небольшая история из моей семьи в тридцать третьем году в нашей семье тоже произошла неприятная ситуация к прабабушке пришли местные активисты как она рассказывала это были далеко не работяги местные алкаши и тунеядцы можно сказать просто мародеры которые прикрывались некоими справками что они связаны с органами раскулачивать пришли потому что у нее было большое зеркало решили что она очень богатая с таким зеркалом когда пришли кроме зеркала и ведра пшена ничего не нашли и трое маленьких детей сидела на лавке возле печи им было два три и пять лет решили что зеркало им не нужно а вот пшено все забрали а ее отец был старшим в артели которая выделывала кожи и шила меховые тулупы в этой артели шили папаху самому семен михалычу буденному этот факт конечно знали и думали что там все богатые и зажиточные боясь ссылки в сибирь отец моей прабабушки в ночь семьей бросил все и ушел в большой город что смогли с собой взять то и унесли бросив все этим и спаслись а братья его были расстреляны вместе с семьями самому старшему ребенку было всего лишь 16 лет каменное здание артели стоит до сих пор но все заросло и брошено но вот такая вот история была в моей семье на сегодня это все есть и знаете история тех временах и можете с ними поделиться то пишите в комментариях или в группе вконтакте ну а потом если разрешите то я также их прочитаю на канале но все ставьте ваши оценки подписывайтесь вступайте в группу вконтакте до новых встреч